Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела устькотавских пленников. Его возбудили по статье «Халатность» в отношении соцработников. Реакция Бастрыкина последовала сразу после участия в программе «Прямой эфир» старшей дочери Дарины Азизовой, которая и устроила побег с сестрой и братом после 11 лет заточения. На программе Дарина Азизова рассказала, что мама разрешала смотреть детям мультфильмы, но совсем не любила сказку про рапунцель, потому что длинноволосая красавица сбежала из заточения. Но при этом обе девочки с раннего детства носили длинные белые волосы. Показала девушка и вещи, которые им не разрешала носить мама. Они висели на вешалках, а новенькая обувь хранилась в коробках. Строгость была и в личной гигиене. Со слов Дарины, мама предпочитала для мытья головы шампуни, тогда как детям доставалось только хозяйственное мыло. В этой ванне мы мылись, но очень редко. Точно не чаще одного раза в два месяца. А мама сама мылась? Да, она каждые три дня себе голову мыла, прическу себе делала. Рассказала девушка и о том, что детям не разрешалось покинуть дом даже в туалет. Это писсуар, чтобы мы не ходили часто на улицу, то есть без ее контроля. А ты писсуар для мальчиков, а девочек. Ну вот горшок, потом это все в писсуар выливалось. А чтобы мы не выходили и по большому в туалет, она покупала ровный пакет целлофановый. Короче, в них надо было это, и потом это все в мусорку выбрасывалось. Напомню, что история из Усть-Катава прогремела на всю страну. Мать 11 лет держала в заперти троих детей. И вот в один из дней старшая дочь решилась на побег. После их пропажи мать обратилась в полицию. Детей нашли, но возвращать женщине не стали. Тогда она подожгла дом и покончила с собой. Дети сейчас находятся на лечении в областной больнице Челябинска. Органы опеки и социальной защиты решают вопрос с жильем. Где поселятся дети после реабилитации? Прежний дом не пригоден для проживания. Он не зарегистрирован, в нем нет отопления. Повреждена проводка.